нам сегодняшнего не ошибиться с платформой найти где наш поезд еще не написано где потому что по утверждению насти одна из самых крупных серьезных проблем парижа в том что с 3 до 7 там нигде есть а так как лиза и я мы любим поесть не только с 3 до 7 мы любим и после 10 и 11 поесть надо собрать с собой вместе с нами чем мы сейчас и займемся поехали начинаешь диетического да хорошо колбаску с трюфелем берем вот есть шампиньоны беленькие потом если вы не хотите резать и как хорошо быть домохозяйкой в нидерландах мы взяли просто так ехал наш поезд наконец-то нас все очень сильно боялась что мы не успеем поэтому мы зашли в поезд идем через все вагоны что у нас в меню сегодня теперь мы просто скоростью добежать найти такси поехать в музей луи ой 8.00 это наше время в музее у нас есть ровно 29 минут чтобы успеть идти и чтобы нас сюда впустили мы на вокзале все преграды у нас получилось пойдемте же люди читают что на стене лиза написано про него но лиза как известный культуролог миска это наш соотечественник родился в витебской губернии сейчас она все она миссии весь поезд все это читала сейчас она все и 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 Но она пока еще не может. Все после выставки восхищенно общаются, пьют напитки и классно проводят вечер пять. Не самая стейм-бучая, это гардероб. Кое-что в пробках борешь. Очень надеемся, что это наша пыль. Да? Да. Мы хотели восхититься номером сейчас, в эту секунду, но Пуф Бургиньон будет вынесен через три минуты в ресторане, в котором мы встречаемся с нашими подружками. Добро пожаловать в Париж. Совершенно счастливые, вдохновленные, скажи, искусством. Очень голодные. Очень голодные. Переодевались мы три минуты, не успели восхититься. Все, вот Париж, все новости к этому часу. Здравствуйте, медведь. А поймите, просто вайп Парижского. В ресторане мы встречаем свои подружки. Такие нарядные. И вот, спустя три часа, это же вероятный опыт и открываются и выставки. И мы пьем же за это. Ура! Ура! Перчок и все. Дождь уходят, наверное, какой-то... Вот интересный момент сняла в свой влог. Возможно, самый интересный из Парижа. Ну вот. Идем спать. Все, пока. Доброе парижское утро. В прекрасном отеле. Я себе всегда представляла, что в Париже отели это маленькие клоповники. Ну, как-то так получилось. Всего за 500 евро по скидке. За два дня. Мы в невероятном каком-то отеле. В привычном для меня, потому что, во-первых, здесь светильники, как у меня дома. Все выключатели, как у меня дома. А вот теплого унитаза, конечно, дома у меня нет. Васхитительная сыворотка Мишо. Показалось, наконец-то, там, где должна быть Париже. Мы уже практически с круассаном в руках. Мы собрались. Идем сейчас в ближайший баланжери. Лиза отведет настоящих вкусных круассанов, если они останутся. И мы выпьем вкусный горячий кофе, как минимум. Идем в блогер. Ура! Ой, ну что сказать? Шея голая была. Пришлось брать второй платок Dior, чтобы вот тут прикрыть немножко, чтобы не потеплее было. Вот солнышко выпьемло. Вот мы и выходим из дома. Ура! А это наше отель. Настя! Мы нашли классное место, где-то и так. Как вы определили, что оно классное? И местные нам посоветовали, если видите, в большую очередь, то есть, ну да. Ну вот. Микро-микро заведение. Будем сейчас есть. Что еще едят, по-другому? Конец уже в академии. Мы позавтракали. Где мы с тобой находимся? Ты знаешь? Да. Если бы мы знали, бы мы знали. Парк Дзин. И что-то дальше я уже забыла. Сад, в общем-то, как у меня бокс. Вообще-то, да. Тут рекламу мы вставляем. Это первая моя платная интеграция. А сейчас мы пришли погулять и показать самые гонокулярные трясения сюда. Всегда мечтала так сделать, как вам все хотят за граба. Hello. Hello. Посмотрите, как красиво. Это поли. И мы идем в Лувар. Сейчас мы пойдем смотреть на Монолизм. Хотя, что на нее смотреть? Она же вот здесь. Сейчас мы будем настоять в очереди. Стоять в очереди. Это наше новое хобби. Мы не подготовились к этому походу. Что мы знаем? Пойдем искать вот такую маленькую Монолизу. И Венеру. И Венеру. Да. А очередь в Лувар с учетом того, что у нас билеты уже куплены к определенному времени. И сравним с настояр. Лувар. Как он есть внутри. Из-за того, что я сейчас на курсе коллекционеров, я просто не могу даже дойти до Монолизм. Идем, чтобы поставить галочку. Потому что мне нужно смотреть все по сторонам. Я везде открываю рот. И понимаю, что мне нужно вот если Лувар, то на три дня. Если Арсе. Все, видимо, на два. Я в таком восхищении. И в трепете. И в ужасе. Одновременно, что вся история, которую ты изучаешь на картинках, по рассказам, вот ты можешь прямо сейчас на все эти седевры посмотреть. Ну что ж. Посмотреть на вершину мирового маркетинга. А не искусство. Может, я буду таком. Не смогла я выйти без покупок отсюда. Ой, ну какой маркетинг. Какой маркетинг. Прекрасный. Уже день будет вечером. Мы насытились искусством. И присели в застолик. Неизвестно какого кафе. Но почему мы здесь присели. Сейчас мы вам покажем. Просто в ближайшее время мы хотим наблюдать вот такой вот снахоповид. И вот так вот фотографироваться. происходит фотосессия в Париже. Невозможно, будучи в Париже, не зайти туда, где домик всех твоих любимых вещей. Ой, какая коллекция. Видимо, она кастомизирована очень хорошими людьми и стоит миллион денег. Когда у меня спрашивают, ой, какой ремесленник сделал твое кольцо. Вот этот вот ремесленник сделал мне кольцо и серёжку тоже. Привела свою красоту в Диоре кофе попить. Да тарталетку съесть. Ну что ж, наш вечер в Париже. Кофе после долгого дня. Диор? 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 Я буду все буду книжки читать, пока Настя будет искать. Где же мы сегодня? Попить кофе в Диор. Мы пришли в кафе де Пари съесть улиток, о чём очень мечтала Настя, иначе мы от себя никогда не уедем из этого города. У нас всё по-прежнему. Красное вино для Анастасии, кола без сахара для меня. И вот же ты что, выпросила улитки. Я ждала Ласа этого момента, чтобы пройти с кучи. Настя себе опять кого-то сцепила уже нового. Вот кафе де Пари, мы были в Пари, всё, пока. Финальное видео сегодняшнего дня о том, что мы прошли 28,5 тысяч шагов. Елизавета еле говорила. Доброе утро! Прячь и бед в Париже! Жаль, что у нас нет пуховиков, чтобы просто не закрутиться. Попробуем, как эти там французы ходят с утра вот просто на кофе. Совершенно точно не хватает сейчас в поездке пуховичка, чтобы в него всунуться. Как вот я всовывалась в наши совершенно непохожие уги. У нас вообще с моими подругами нет ничего похожего. Вообще мы не знаем, что такое похожие вещи, потому что, ну, мы такие разные, уникальные абсолютно. Ничто не остановит тебя, если ты хочешь колоса. Какая у нас красивая лестница в отеле. Ну, 3 декабря идет снег какой-то. Наша цель через дорогу находится. Баланжери, говорит у меня Анастейша. Мы вот сюда идем. Мне кажется, что Париж это просто город очередей. Мы опять в очередь. Я очень хочу вот эту малиновую штучку. Еще со вчера. Еще тут сразу есть блинчик с шоколадом и без. Раз, русский торт, два. Стали ли вы добрее? Да. Вкусно? Возвращаемся в номер, все это есть. Так, мы имеем миндальный кроссан. Посмотрите, как на самом деле будет миндальный кроссан. Я думаю, что это в фиражный кроссан. Нет. Как их делать? То есть, вы плющите в фиражный кроссан, а бывают в Парижа в фиражный кроссан. Нет, они просто, говорю, бьют себя. Закончили с суицидом, но не сделают. Обычный кроссан в офис, да? И что у них пить? Пушко. Кау-кушко, ладно. Так, все положим. Мы-то уже съезжаем. Можем и поваляться. Ку-кухой. Ку-кухой-то можно давно съехать. Вот, просто невероятно. Лиза охотилась два дня. И, наконец-то... Давай, пожалуйста, давай. И покажи, как тебе, расскажи, как она. Такая ли она вкусная, какая она красивая? Я думала, что я... Ну, неплохо. А вы знаете, где из-за арталетки вкуснее, чем в Париже? Нигде. Не, ладно, я не буду врать, нигде. И прочитала где-то факт классный про кроссана. Почему во Франции самые лучшие кроссаны? Все дело в том, что они готовят тесто ночью, не спят. Тогда как другие пекарни никакие не будут запариваться. Они с ночи все готовят. И с самого раннего утра в 4 же начинают пить эти кроссаны. То есть тесто готовится в сеное, поэтому все... Поэтому вы так накачали свою попу благодаря этой диете кроссановой. Знаете, что я сделаю в конце этой поездки? Я возьму Настин шар. И выкину его. И выброшу его, потому что мое пальто черное выглядит, как будто бы я с медведем каким-то делом постоянно хожу. А главное, что ее энергия, когда она спешила на улице, как пошли-пошли, и просто вот щетка разлетела. И мне приходится вот это вот, вот это вот, бесконечным каким-то потоком. Дело в том, что я белая пушистая просто. И я и нет. Ну ты расплачиваешь. Все нормальные люди делают обзор номера, когда в него заселяются. Ну, а мы делаем, когда выселяются. Что характерно для нашего восхитительного номера? Во-первых, для Парижа он просто огромный. Ну, как бы это потому, что у него такая цена. Посмотрим на входе. У нас два шкафчика. Они, кстати, с подсветочкой, что очень удобно. Тут у нас уже появляются халаты, халаты. Были прям супер теплые, в конце концов. Видимо, что в Париже никто не только здесь есть. Здесь бешеный. Большая ванна. Душевое. Что прикольно, что тут все включается на кнопку. Это неудивочно. Что мне нравится в этом отеле? Здесь все как у меня дома. И даже лигранты выключатели. Хорошая была бы ставочка для ребенка. К интеграции. И унитаз. Покоривший Лизу. С подогревом. Итак, идем дальше. Наши ложи. Как всегда с Анастасией мы берем большую, большую двуспальную кровать. Мы будем спать раздельно, не секундочки. Пройдемте дальше. У нас есть целых три дизайнерских столика. Обратите внимание. Кольцо красиво. Все светильники очень красиво. Искусно. Опять же, да. А чего только стоит и что? Ну, тут телевизор. И телевизор. Ой. Всем рекомендую ссылочку. Что-то такое красивое. А это он. Почему в Париже везде очереди? Везде. Если карточка уже однажды прикладывается куда-нибудь, то потом происходит что-то странное. Похолодало, поэтому нужно купить шартного. Такой вот синий. Настя говорит, вот этот брать. Ну, раз Настя сказала, я купила. Леопард. Леопард. А я себе нашла кое-что другое. Как всегда, в магазине, где все стоит дешевле, я беру, выбираю все самое дорогое. Мы пришли позавтракать, наконец-то, куда-то. Интересная форма капучино у вас какая-то. Неизменно остаются две вещи. Вероятно, что мы опоздали на поезд и Кока-Кола. Так почему-то мне принесли сахар. Ну что ж, перед долгой дорогой возможность с пересадками невозможно точно нужно подкрепиться. У Настя обычный режим. Ну что ж, мы едем на вокзал. Настя спит уже. Нас ждет две пересадки, да? Две? Не знаю, да. Надеемся, что в Бельгии нет забастовок. Значит, жулик должен за нами приехать в другую страну. Ну, а что делать? Ну все, мы приехали на вокзал. Пока еще не опоздали. Я купила подарки Роме на вокзале. Что мне сделать? Вот и закончилось наше приключение в Париже. Возможно, оно еще не закончилось, потому что у нас ждет долгая дорога в ДНГ. Это были прекрасные три дня. Я всем очень советую найти время, деньги и компанию, чтобы путешествовать в лучшие города Европы. У нас с Анастасией в Бельгии. Возвращаемся домой в Нидерланды. Уже с Анастасией все поезда изучила. Это же третий вид поезда, на котором я поезла. Ну, подожди, с Парижа был другой, не такой, как мы ехали с тобой в Париж. Сейчас еще на темном поезда, сейчас еще на другом. Всего четыре. На чем ты мне покажешь? Пока что у тебя на первом классе? У нас финальный поезд, который привезет нас домой. А где мой первый класс? Да. Магин. Ничего, мне в жизни не остается просто так, чтобы сюда до первого класса, вернее, чтобы до него сесть, нужно ехать на победу. Это просто наш выпуск поезда Европы. Мы находимся в поезде. А вот первый класс? Да. Вот здесь у нас помили помягче, кресло где-то в первом классе. Файнали. Дом. Просто вечернее чтение перед ужином в доме этой царицы. Я считаю, что в доме этой царицы должно быть как можно больше Лизы. Во всех ее исполнениях. Ну что ж, обычный завтрак в королевской семье. Колбаса с трюфелем. Вот это просто идеальное что-то. И принцесса. Немноговато, нет? Можешь? Ты откусила ее? Нет. А вот и наш аэропорт. Что означает, что путешествие подошло к концу. Еще одно из. Ты уже скучаешь? Да, да, да. Но я бы купила книжку про королеву Елизавету, чтобы каждый день... Огромный такой вот квартир. Ну каждый день ты, Джу и Эмилия помнили. И ждали в гости. Так как люди посовывают, да? Вообще мы за последние 8 месяцев в 3 раза получили жизнь. Ну, что делать? Жизнь такая красочная. Это прощальное видео. Пять в году. Муэ.